91 килограмма. Ну вот мы и дождались финального боя. Я напоминаю, что вы смотрите прямую трансляцию, организованную Красноярской телекомпанией ТВК. Мы ведем трансляцию из Дворца спорта имени Ивана Ирыгина. Супер турнира. Чемпионы вызывают чемпионов. Большой бокс пришел в Красноярск. И последний финальный бой в весовой категории свыше 91 килограмма. Супертяжи. Владимир Лазебник, Украина. И Алексей Лезин, Россия. В самой тяжелой весовой категории свыше 91 килограмма за честь страны будет сражаться Алексей Лезин. Ему 25 лет. Родился в Оренбургской области. Боксом начал заниматься в 10 лет. Провел на ринге 145 боев. 135 из них одержал победы. Своего соперника знаете? Да, конечно. Я боксировал именно на чемпионате Европы. В финале. На последнем чемпионате Европы и в Минске. Вы у него выиграли? Да, я у него выиграл. Алексей Лезин 7 раз становился чемпионом России. Трижды чемпионом Европы. Чемпионом мира 1995 года. На Олимпиаде в Атланте был третьим. Всегда смотрите интересного тяжеловеса. Да, это будет, пожалуй, самый колоритный поединок, потому что здесь сойдутся мужики, как говорится, в самом соку. Я бы сразу хотел заострить внимание наших телезрителей, что и красноярский боксер Валерий Чеченев, супертяжеловес из города Ачинска. Как раз я уже упоминал, он принимал участие в чемпионате мира среди молодежи в Аргентине. В первом бою, в очень красивом бою, одержал победу над кубинским боксером. Над кубинским боксером. И в следующем бою уступил боксеру из Казахстана. Завоевал бронзовую медаль. Принес, в общем-то, сборной команде победу. Принес, завоевал бронзовую медаль. И, в принципе, мы считаем, вот уже для специалистов, что из этого парня может получиться хороший, очень хороший супертяжеловес. Ну, я вот вижу, что впервые в сегодняшней программе на ринг вышел арбитр из Америки. Да, вы знаете, ну, так программа составлена, что вот из приглашенных судей они судят один раз поединок. И вот как раз эту пару будет обслуживать рефери-американец. Ну, он поторопился, дал команду, хотя еще судьи не были готовы вот к своим обязанностям к судейству. Поэтому была дана команда стоп, и, в общем-то, судьи заняли свои места, и поединок продолжается. Опять мы видим боксера в правосторонней стойке Алексей Илезин, он левша. Видите, другой стиль уже. Если мы видели, допустим, Александра Поветка с Сергеем Дычковым, это бой спортсменов был средней, ближней дистанции. То есть здесь Алексей Илезин держится на дистанции, контролирует действия своего противника и пытается, в общем-то, с дистанции наносить удары. Вот, да, прямой левой рукой дошел до цели. Очень осторожный, очень осторожный и опытный Алексей Илезин. Быстрый тяжеловес, то есть, ну, весит больше 100 килограмм. Посмотрите, как легко двигается по рингу. И вот в атаке, видите, пробил двухударную комбинацию и снова опять начинает... Вот тоже пропустил, да. Сейчас Алексей Илезин пропустил удар соперника. Самое страшное, говорят, в боксе, когда пропускают спортсмены первый удар. То есть от первого удара, как правило, спортсмены обязаны защищаться. Говорят еще, что в боксе очень важно уметь держать удар. А не все это могут. Ну, вы знаете, это такой термин распространенный. Я считаю, что вообще лучше ударов не пропускать, чтобы не держать их. Лучше так защищаться, чтобы эти удары не доходили до цели. А вы знаете такого боксера, который практически не пропускает чужие удары? Или пропускает, но очень мало? Очень мало. Ну, в принципе, есть. Это дело в том, что вы видели бой, вот мы смотрели бой Малетина, где был очень плотный бой, много ударов. Вот. И в то же время бой Реймкуля-Малакбекова вы видели. Такой спокойный, интеллигентный, можно сказать, бой. Вот. Ну, то есть тут от манеры ведения боя еще многое зависит. Ну, вот Лезин как раз, это из тех боксеров, которые боксируют, стараются меньше пропускать ударов и, в общем-то, наносить с дистанции сам. Сейчас представляют украинского чемпиона Владимира Лазебника. Ему 21 год. 96 боев он провел и в 82-х одержал победы. Ну, у Алексея, конечно, послужной список, более весомый, более весомый. Вот. Но в то же время на ринг слабых не выводят. Поэтому от каждого боксера можно ожидать любой сюрприз. Тем более мы знаем, вот украинская школа, украинские боксеры, это боксеры, которые постоянно составляют нам конкуренцию и составляли еще будущее, когда мы боксировали на первенствах и чемпионатах Советского Союза. И сейчас, когда мы боксируем за разные государства, то есть они составляют как раз или являются основными конкурентами. Вот здесь в СНГ и в европейской нашей части. Ну, а так, в мире вы уже знаете, и я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что кубинские боксеры, кубинские боксеры, это боксеры, которые, в общем-то, в этом виде спорта добились очень и очень высоких результатов. И во всех возрастных категориях я уже говорил, что вот впервые, в прошлом году, впервые молодежная команда выиграла командную победу, а так за все остальное время выигрывали, один раз выиграла команда, сборная команда Америки. И в восьми чемпионатах выиграли кубинские спортсмены. Это вот я говорю о молодежном боксе. Активно на ринге себя ведет украинский боксер. А Алексей по-прежнему находится в таком оборонном стиле проводит бой. Вот смотрите, сейчас атака очень мобильная была со стороны украинского боксера. Да, но вы заметите, как двигается Алексей. То есть это супертяжеловес. Это, я говорю, что за 100 килограмм. И как легко маневрирует по рингу. То есть работа ног, вот если смотреть по передвижениям, то даже можно сказать, что это не тяжеловес, а это боксер более легкой весовой категории. И даже когда противник его атакует и идет вперед в атаке, то Алексей, смещаясь назад, успевает его встречать. Вот атака, видите, неплохая у Алексея прошла. Ну сблизились клинч, сейчас оттолкнется и опять на свою излюбленную дистанцию. Вот представляет Алексея. 25 лет ульяновскому боксеру Алексею Лезину. В активе этого спортсмена победы на чемпионате мира 95-го года. Две золотые медали чемпионата Европы. Первое место на боксерском турнире игр Доброй Воли 94-го года. И бронзовая медаль Олимпийских игр в Атланте. Очень титулованный, очень титулованный спортсмен. Ну мы уже говорили о том, что переломным моментом в его спортивной судьбе мог стать 97-й год. На чемпионате мира он проиграл нокаутом кубинцу Алексу Рубалкаду. Хотел заканчивать занятия боксом. Но немного постыв, решил сначала рассчитаться за поражение, а потом уже уходить из активного бокса. Дело в том, что этот Алекс, он боксировал на чемпионате мира в Стамбуле. Чемпионат мира среди молодежи. И тоже стал первым. Выиграл золотую медаль. И выиграл в финале у нашего же тяжеловеца из города Краснодара Андрея Моисеева. Тогда Андрей занял второе место, а Алекс занял первое место. Я вот слышу, что болельщики уже разделились. Болеют и за украинца, и за россиянина. Значит, у нас, как говорится, в Красноярске, наверное, огромная и украинская диаспора. Да, вы знаете, ну, сам поединок, вот смотрите, зрелищный какой. Один боксер идет вперед, атакует, то есть бросается с сильными ударами. И в то же время Лезин, как говорят боксеры, раскручивает на ногах и в движении встречает его. Вот провел свою атаку, пробил двухударную комбинацию. И снова на свою дальнюю излюбленную дистанцию. Второй раунд проходит также в равной борьбе. Но вот сейчас Алексей Лезин наносит неплохой удар, опять сходится. Арбитр развел боксеров. Бой продолжается, второй раунд. Ну, посмотрите, Лезина чувствует себя уверенно. Бьет с обеих рук. Вот еще один. Вы знаете, есть преимущество и заметное преимущество. И я скажу так, что вот его-то манера боя, вот его хорошо судить. Почему? Потому что он ударов не пропускает практически. Ну, вот за весь поединок я бы мог один или два удара всего посчитать. А сам все-таки достаточно часто бьет. Вот эти прямые удары, они доходят до цели противника. Поэтому я вижу, что вот Лазебник-то Владимир уже... Вот видите, остановился. Опять три удара, и все три дошли до цели. Это уже такой удар, который чуть-чуть мог превратиться... Потрясти, да, потряси. Мог бы быть нокдаун. Нокдаун. Ну, Лазебник на ногах, и арбитр продолжает... Да, да, вот что-то с маской у Лазебника. Он поправил маску. А он уже не первый раз поправляет эту маску. Видимо, она либо неправильно укреплена, либо что-то повредилось. Да, вы знаете, вот этот боксерский атрибут, конечно, он требует такой тщательной подгонки, чтобы в процессе боя его даже руками не трогать. Почему? Потому что, ну, как правило, перчатки одеты на руках, и ими трудно управлять. Мне показалось, третий раунд очень скоротечным. Как-то быстро он пролетел. Второй был более такой затяжен, затяжной, словно парашютный прыжок. Ну, вот, тем не менее, многое третий раунд показал. Показал то, что все-таки Алексей Лезин пока имеет преимущество в этом поединке. Да, да, да. Третий раунд, вот, уже ощутимое преимущество. Вот эта комбинация трехударная, которая дошла до цели. И потом идет все время, одна волна наслаивается на другую. То есть одно действие, за одним действием следует второе действие. И вот это как раз и приносит преимущество сегодня Лезину. А так как он очень быстрый боксер в своей весовой категории, то его трудно встретить или опередить. Поэтому вот Лезин сейчас и пользуется так. С дальней дистанции пробивает комбинацию и разрывает дистанцию. Посмотрим, что принесет ему сейчас четвертый раунд. Ну, вот, хорошо. Здорово. Хороший удар. Да. Не надо, не надо ему менять ничего, не надо ни в какой обмен. Да, надо в той же тактике продолжать введение боя. Я думаю, что эта тактика приведет Алексея к победе. Видите, вот опять дальняя дистанция. Вот пробил два удара, оттолкнулся, все на этом. Казалось бы, очень просто боксирует Алексей. Очень просто боксирует и в то же время надежно боксирует. Все удары до цели, все удары... Ну, когда человек 100 килограмм весит, вы понимаете, что любой удар, который доходит до цели, он уже ощутимый. Ну, я вам скажу, что и Владимир Лазебник пытается все-таки противопоставить Лезину вот этим быстрым комбинациям. Вот, смотрите. Вот, видите, вот еще пропустил. Алексей Лезина подбатривает красноярская публика. Все, смотрите, вот почувствовали зрители, что у Лезина пошел бой, что он близок к победе. Вот еще два удара. Все, судья открывает счет. Нокдаун, нокдаун, да. Видите, как... Вот я хотел бы что отметить, что почти в каждом поединке были отчитаны рефери нокдауна. То есть, бьют у нашей боксеры, умеют бить. Может, первый поединок завершится нокаутом, как вы думаете? Ну, вы знаете, не хотелось бы, чтобы дело дошло до нокаута. Но бокс есть бокс. Он в этом вся и прелесть этого вида спорта. Да, Алексей продемонстрировал сегодня. Вот, хорошо. Не достал, не дотянулся немножко. Алексей продемонстрировал просто отличный бокс. Он по нарастающей вид шел, да? Посмотрите. Первый раунд спокойно. Второй чуть-чуть прибавил. Третий нокдаун послал соперничка. Вот, что нужно отметить, конечно, что вот эти поединки, которые мы сегодня уже просмотрели, поединки, вот видите, закончился бой, закончился поединок. И до самого последнего момента нельзя было ожидать развязки. И вот понравился бой сегодня Лезина. Понравился. Очень хорошо боксировал. Алексей Лезин доказал всем, что он боксер действительно в высокой категории. Да, представили еще одного красноярского боксера Виктора Егорова. Это боксер-профессионал, который боксировал в Америке очень успешно. Был членом сборной команды Советского Союза. Сейчас пройдет награждение, боксеры получат призы. Ну а сейчас мы узнаем, кто же победил в этом бою. Напоминаю, что Владимир Лазебник представляет Украину, а Алексей Лезин – Россию. Алексей Лезин стал победителем этого поединка. Я думаю, что он заслуженно победил. Директор Акционерного общества «ЗАЗ» Алексей Баранцев. Директор «КРАЗа» Алексей Баранцев вручает денежные призы победителям, победителю и проигравшему. Ну а Алексей Лезин... Благодарит публику за поддержку. Алексей Лезин победил достойно. Я хочу сказать о том, что за счетом 4-3 этот матч выиграла сборная России. Благодарим нашим ребятам успехов и успехов, чтобы все наши лидеры попали в основной состав сборной команды и приняли участие в Олимпийских играх. И не только приняли участие, а выиграли золотые медали и стали первой золотой командой России на Олимпийских играх. Николай Кромов.